Здравствуйте! Сегодня телезащитник работает на выезде. Мы приехали в Сыктывдинский район по просьбе местных дачников, которые, по их признанию, уже вторую неделю проводят без сна. Что же мешает нашим героям спокойно отдыхать на своих любимых дачах? Разбираемся! Юлия, расскажите, в чем у вас возникла проблема в этом дачном сообществе? В этом году у нас появилось очень большое количество волков, которые стали нападать на бродячих собак, живущих здесь. Стали их просто съедать. А когда волки приходят, в какое время дня и как они вообще пробираются на участки? Как пробираются, я не знаю, но бывало такое, что вытаскивали прямо с цепи собак и в основном ночное время. Ну, я так понимаю, что вообще действительно у вас заборы такие относительно хлюпкие, даже не все дома огорожены. А пробовали ли вот решать вопрос таким образом, чтобы вообще огородить участок от доступа посторонних животных? Ну, кто может, тот огородил, кто-то, может быть, и не хочет или не желает. Не могу вам сказать, но, а думаете, забор – это преграда для волков? Ну, вот конкретно у вас были ли с этим проблемы, да? То есть ваша семья сталкивалась, и с этим видели ли вы живьем волков? Мы живьем не видели, но мы видели останки собак. Прямо по дороге едешь ребенка в школу, везешь, и тут же лежит. А у вас у самой есть собаки или у ваших соседей? Есть у нас собаки. У меня у самой маленькая собачка, у соседа большая собака, но все равно страшно даже вечером гулять с собакой, даже с большой. Проблема у нас была изначально в том, что многие дачники оставляют животных осенью, бросают просто на дачах, сами уезжают в город жить, а собаки остаются здесь. Много брошенных собак, которых мы зиму подкармливаем, кто может. И, видимо, эти собаки привлекают волков. Видели ли вы сами волков? Были ли вы свидетелем вот таких нападений? Нет, волков я не видела. Я видела место вот в двух проездах от меня. Вчера задрали собаку. Собаку, которую я кормила, я ее знала. То есть это была одна из собак, которых я подкармливаю. Его выяли внутренности, были ребра и позвоночник. Я туда ходила со своими собаками гулять, и мои собаки вели себя ненормально. То есть у них была вздыблена шерсть, они везде замирали на каждой кочке, они все обнюхивали. Они были очень заинтересованы, и причем они, видимо, понимали, что это реально страшно. У них прям вся шерсть дыбом стояла. У соседей собаки, вот тут соседские, живут в вольере, ну, большие там, а другие уличные так, ну, гуляют по везде. Я вот смотрю, что около вашего дома такой достаточно добротный забор. Вообще, в целом, вот такая система защиты, она способна решить проблему? Ну, если у всех будет забор, может, если бы способна. Ну, чтобы собаки были на территории участка, а когда забора нет, они заходят, волки как хотят, гуляют. А видите ли вы решение еще и в том, чтобы привлечь охотников, которые бы, ну, на основании официальных документов, отстреливали бы вот этих животных? Ну, конечно бы, если бы охотникам дали разрешение, ну, расстреливать в черте города, тогда было бы правильно. А так, в черте города тоже стрелять же нельзя, просто так. Если бы патрули какие-то ходили, капканы вот эффективно будет, ну, ставить какие-то капканы. Ну, это тоже же, как бы, чтобы все знали, где эти капканы, ну, чтобы люди не попались, и дети те же. Как бы, капканы-то, конечно, эффективнее, чем стрелять в черте. По словам наших героев, ближайший лесной массив, где, предположительно, обитают опасные хищники, находятся за моей спиной буквально в километре от этого дачного сообщества Вурдыс, где и обитают наши герои. И они обеспокоены, на самом деле, не только за своих четвероногих питомцев. Дело в том, что здесь очень многие семьи проводят время не только с весны по осень, а живут здесь фактически круглый год, имея официально прописку, поскольку, ну, и природа, и благодатная земля позволяют здесь находиться 12 месяцев в году. И в этой связи, конечно же, вопрос защиты и своих детей, и своих четвероногих питомцев для них особенно актуален. Какие органы власти и за какие аспекты этой темы отвечают у нас в республике? Какие меры уже принимаются и что могут сделать сами дачники? Разъяснение нам дал Сыктывкарский природоохранный межрайонный прокурор. В соответствии с требованиями законодательства за регулирование численности охотничьих животных у нас отвечают уполномоченные государственные органы. Что касается Республики Коми, это Министерство природных ресурсов и охрана окружающей среды Республики Коми, которая издает приказ, в соответствии с которым определяется численность животных, которые подлежат регулированию. Но сразу необходимо оговориться, что Министерство природных ресурсов своя полномочия распространяет на охотничьи угодья. Что касается населенных пунктов и тот вопрос, который заботит местное население, ну и вообще в принципе всех жителей республик, которые проживают в сельской местности, в дачных кооперативах, выхода диких животных, в частности хищных животных, волков, медведей, населенные пункты, то в соответствии с законом о полиции, сотрудники полиции вправе применять оружие для устранения угрозы жизни и здоровья граждан, в том числе и самих сотрудников полиции. В сентябре 2023 года сотрудниками Охотоуправления Министерства природных ресурсов и охрана окружающей среды Республики Коми был осуществлен выезд на некоторые дачные кооперативы, на Дымдовские дачи, а также на дачные кооперативы, которые расположены в Соктовидинском районе и озвучены вами в Урдость. При обследовании территории следов волка обнаружено не было, были обнаружены следы собак, в том числе и в тех местах, где были по информации жителей съедены собаки, следов волков обнаружено не было. И сотрудники Минприроды обнаружили там диких собак. В Республике Коми по становлению правительства Республики утверждена государственная программа, в соответствии с которой осуществляется материальное стимулирование охотников за добычу волка, предусмотрена выплата в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрено поощрение охотников в виде приоритетного права получения лицензии для добычи лося. Что касается самого местного населения, тоже необходимо оговориться, что сами граждане, проживающие в сельской местности, на территории, которая граничит с лесным фондом, и мы прекрасно понимаем, что лесной фонд – это места обитания диких животных, и предусмотреть, когда дикое животное придет в тот или иной населенный пункт, никто не может. Соответственно, необходимо исключать нахождение в свободном доступе пищевых отходов, кроме того, необходимо заботиться о своей собственности, в частности, о тех животных, которые содержатся гражданами, включая и собак. За этот год в коме отловлено 220 волков. В качестве стимулирования охотники получили в общей сложности 3,5 миллиона рублей. Однако, не каждый берется за поимку этих чрезвычайно умных хищников. Поэтому надежные заборы вокруг домов и вольеры для любимых питомцев – лучший способ огородить свою территорию от волков. И, конечно, если вы покидаете дачу, забирайте четвероногих членов семьи с собой. Нет, это вообще вот, ну, что вот это такое, это просто уже невозможно. Что происходит у нас с ЖКХ? Ну, позор! Благодаря обращению телезащитника к регоператору, мусор со двора, обратившийся к нам в Сыктывкарке, был вывезен спустя сутки. А что делать вам, если баки на контейнерной площадке вашего дома переполнены? Ну, подобное обращение на регулярной основе мы получаем в качестве сообщений в группу телезащитника в социальной сети ВКонтакте, причем не только от сыктывкарцев, но и от жителей других городов и районов. В таком случае у вас всего два алгоритма действий. Во-первых, вам необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ и просигнализировать о том, что на контейнерной площадке баки переполнены мусором. Управленцы жилфондом обязаны связаться с региональным оператором. Если же этого не произошло, тогда вы вправе напрямую позвонить в ООО «Региональный оператор Севера», муниципальное представительство которого функционирует в каждом городе и районе. По моему опыту заверяю, что региональный оператор всегда оперативно корректирует график работы мусоровозов на основании обращений граждан. Ну, а если по каким-то причинам и там вашу просьбу проигнорировали, тогда необходимо в официальном порядке обратиться в ГЖИ – Государственную жилищную инспекцию. А напомню, что они функционируют также во всех муниципальных образованиях Республики Коми и обязаны отреагировать на ваше обращение, понудив и управленцев жилфондом, и регоператора, ликвидировать свалку и вывести-то в конце концов мусор с вашей контейнерной площадки. Мы продолжаем рассказывать вам о том, как взять управление жилфондом в свои собственные руки. Сегодня, благодаря дельным советам от главного органа Госжилнадзора Коми, вы узнаете, как и для чего вам нужен совет дома. Прежде всего, необходимо напомнить, что создание совета многоквартирного дома – это обязанность собственников помещений в доме, предусмотренная жилищным кодексом. Совет создается в доме, где более четырех квартир и есть управляющая организация. Такой совет, он служит своего рода посредником между собственниками в доме и управляющей организацией. Совет в доме контролирует, как содержится общее имущество, как выполняются ремонтные работы, сигнализирует управляющей организации об имеющихся проблемах в доме и путях их решения, вносит предложения по улучшению состояния общего имущества. И, кроме того, совет дома формирует предложения и вносит их на обсуждение общего собрания собственников, ну и организует проведение такого собрания. Председатель совета дома обсуждает с управляющей организацией условия будущего договора управления и изменение условий уже существующего договора управления. Кроме того, важно, председатель совета дома подписывает акты выполненных работ и претензии к качеству выполненных работ. Также подписывает акты проверки качества выполненных работ, которые свидетельствуют о нарушении, об имеющихся нарушениях по качеству выполненных работ, если управляющая организация отказывается проводить такие проверки и подписывать акты. Совет Дома избирается исключительно общим собранием собственников на срок полномочий 2 года, если иной срок не установлен самими же собственниками. Если срок истек полномочий, то будущий и будущий состав не избран, срок полномочий старого состава продлевается на тот же срок. Досрочно полномочия могут быть прекращены, если Совет Дома ненадлежащим образом выполняет свои функции. На сегодня все. С вами был Телезащитник. А если у вас возникают вопросы или жалобы, обращайтесь в нашу программу. Вся контактная информация на экране. И помните, если не знаете, как поступить, поступайте по закону. А мы поможем. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok